Жителям дачных массивов в Ак-Тубе предлагают оставить арендованное жилье и перебраться в глубинку. Специалисты Мартугского района уже разработали концепцию по их переселению. Теперь в нескольких сельских округах готовы принять новых жителей. Елена Устимович продолжит тему. Спасибо девочкам. Приехали, помогли продуктами. Вот ремонт чуть-чуть сделала в доме. Марина Гнетеева ждет шестого ребенка. Будущий младенец станет первым ребенком, который появится на свет в собственном родительском доме. Раньше многодетная семья скиталась по съемным квартирам. Последние годы жили на даче. Тяжело было, особенно зимой, говорит многодетная мать. Но все трудности уже позади. Семья начинает новую жизнь в поселке Шевченко Козылжарского сельского округа. Теперь свой дом у меня. В дальнейшем хочу здесь скот держать. Здесь очень хорошо. Люди хорошие. Хорошо очень приняли меня. Поселок очень хороший. Детская площадка, школу, мини-садик, работа. Чистый воздух и домик в деревне предлагают городским жителям власти Мартугского района. Переехать можно в один из четырех сельских округов. Там есть не только жилье, но и работа. В аграрном районе сегодня серьезный дефицит кадров. В крестьянских хозяйствах требуются механизаторы, доярки, скотники и разнорабочие. Сейчас есть 60 пустующих дома. И крестьянское хозяйство потихоньку покупает эти дома. Там в пределах 200 тысяч до миллиона тенге. И обеспечивает своих работников при согласии переезда жильем. Обеспечивает стабильные заработные платы. А дети, как есть в этих школах, школы есть, мини-садик, мини-центр есть. И соответственно, вот это все, это социальные гарантии, ими будет оказана помощь в законодательном порядке. Более 30 городских семей уже заинтересовались переездом. Многие из них побывали в поселках и увидели условия жизни. Им все понравилось, говорят в районном Экимате. Шесть семей готовы к переезду. Первая семья, что к нам приехала, с шестью детьми. Это такая красота. Приезжайте к нам еще, все приезжайте. Мы всех приютим. Вот будут учиться в школе, ходить в детский сад. Мы только рады. Старожилы сетуют в последние годы. Количество жителей в поселке сократилось почти вдвое. Из-за малого количества учеников средняя школа стала основной. Здесь уверены, что в живописном крае, который славится хрустальными озерами и березовыми рощами, с приездом новых семей жизнь снова забьет ключом. Елена Устимович, Ботмудогалеев, Октябрьская область, Хабар-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова